Миссия по мониторингу президентских выборов и конституционного референдума от Ассоциации Бромалекс установила более 1400 случаев использования предвыборной рекламы. Наиболее частыми формами рекламы являются визуальная и печатная. Лидирует в её использовании партия действий солидарности Майосанду. Отчёт, охватывающий период с 18 сентября по 1 октября, был представлен в ходе пресс-конференции. Кроме того, в миссии выявлено 32 случая неправомерного использования административных ресурсов. Большинство из них также связаны с правящей партией и нынешней главой государства. Соответствующие случаи относятся в значительной мере к вовлечению в компанию лиц, занимающих публичные должности. Выявлено 11 таких случаев. Также проводилась предвыборная агитация с участием должностных лиц из бюджетного сектора в рабочее время. Установлен 21 подобный случай. Мариана Фокша отметила, что наибольшая часть пожертвований, объявленных кандидатами на президентских выборах, сделана политическими партиями и лидирует в этом тоже ПДС и Майя Санду. Что касается референдума, то ПДС отчиталось о расходовании более 1 миллиона 200 тысяч леев, большая часть из которых была потрачена на агитационные материалы и организацию предвыборной работы. Наибольшую сумму указала в своих отчетах Майя Санду. Выдвинутая партия действий «Солидарность» около 4 миллионов 700 тысяч леев. Александр Стоиногло от партии социалистов указал 4 миллиона 400 тысяч леев. Рината Усаты, соответственно, 2 миллиона 400 тысяч леев. Таким образом, констатируем, что по меньшей мере 89% в общем объеме пожертвований указали три конкурента на выборах и 11% остальные зарегистрированные участники. Также представители мониторинговой миссии сообщили о случаях предполагаемого запугивания некоторых конкурентов. В данный мониторинговый период нами отмечены два случая предполагаемого запугивания конкурентов на выборах. Один случай связан с партией коммунистов Республики Молдова, когда были задержаны полиция и два агитатора за то, что распространяли агитационные материалы с призывом ответить «нет» на референдуме. По версии полиции, причина задержания заключается в том, что возникли подозрения, касающиеся соответствия распространяемых материалов законодательству. Во втором случае речь идет об Ирине Влах, которая попыталась провести мероприятие по запуску своей предвыборной кампании в Наславче Окницкого района. Однако представители правоохранительных органов, как она заявила, не позволили ей это сделать в том месте. В нынешний третий отчет включены восемь судебных исков, связанных с исключением одного из политформирований из списка партий с правом участия в выборах, а также с учреждением избирательных участков и отказом ЦИК регистрировать доверенное лицо одного из претендентов на участие в выборах. Соответствующие иски рассмотрены в суде в течение от двух до десяти дней. В двух случаях установленный законом срок был превышен. Также в отчете отмечено, что учреждены только два из пяти объявленных ЦИКом Бюро избирательных участков в Российской Федерации. На вопрос, является ли демократичным возможное отстранение Центральной избирательной комиссии от участия в президентских выборах трех кандидатов по ходатайству главы генинспектората полиции без судебного решения, руководитель миссии «Промолекс» Николай Панфил ответил, что не может прокомментировать эту ситуацию, так как не представлены четкие доказательства или официальные ходатайства об отстранении определенных кандидатов. Давайте посмотрим, когда это произойдет. Если поступят такие ходатайства, обращения со стороны ГИБ или других ведомств, какие доказательства будут представлены, и тогда мы сможем высказаться. Исходя из этого, сейчас не смогу прокомментировать, поскольку, как вы понимаете, есть конкретные положения кодекса о выборах, которые четко оговаривают, в каких ситуациях могут быть отстранены электоральные конкуренты. Сейчас из того, что вы сказали, мне неясно, к каким положениям кодекса это может относиться. Политформирование и лица, упомянутые в отчете «Промолекс», пока не прокомментировали представленный документ. Следующий отчет будет обнародован 11 октября.